В текущем году представители студенческих отрядов принимали участие в возведении и благоустройстве объектов к тысячелетию Бреста. Кобринский путепровод, западный обход, то, к чему прикладывали свои силы учащиеся высших учебных заведений. Многие трудились на фермерских хозяйствах, на ведущих предприятиях города, а также находились в составе педагогических отрядов в оздоровительных лагерях. Третий трудовой семестр – это своеобразный даже отдых, если хотите. Сегодня посидел за учебным столом, а завтра потрудился на благо и себя, и страны в целом, потому что в конечном итоге те объекты, которые вводятся в строй, они очень значимы для и народного хозяйства, и для социальной сферы нашего государства. Подведение итогов, награждение лучших организаций, которые принимали активное участие в трудоустройстве молодежи, а также чествование комиссаров, командиров отрядов и ребят, которые достойно проявили себя, все это проходило под дружеские аплодисменты. Показать себя и свое творчество смогли все. В этом году у нас было три направления – это строительные отряды, педагогические отряды и сервисные отряды. В университете очень большой объем – это волонтерские отряды, и в этом году у нас было создано 19 волонтерских отрядов, это больше 500 студентов, которые работали и в университете, и в городе, и 10 отрядов работало у нас на вторых европейских играх. Поэтому, если учитывать еще этих студентов, то у нас численность постоянно растет и растет. Студенты также трудились на таких предприятиях, как Брестское котельное хозяйство, поле «Желстрой» и «Брест Желстрой» в тепличном комбинате «Бересте», в Белтелекоме, в оздоровительном лагере «Орленок» и в «Коммунальнике». Наша организация в течение года, мы не только принимали студические отряды, мы с БРСМ работали, у нас была акция «Полей дерево спаси его», это было в парк тысячелетия, то есть это где трупно доступные деревья, где по техническим возможностям нельзя было подъезжать, мы поливали деревья. Неоднократно, не единожды мы работали с этими детками в городском саду и принимали как стройотряды. Это дети интересные, это дети позитивные, не боятся, скажем так, они работают.